Друзья, всем привет! С вами Жар Дема. Сегодня по традиции мы разберем главные новости из мира казахстанского спорта и не только. Предлагаю начать, ребят. Сегодня я подготовил для вас пару крутых инсайдов. И мы обсудим, наверное, самые жаркие новости сегодняшнего дня. Поверьте, нам есть о чем поговорить. Я начинаю. Всем приятного просмотра. Ну и новость, с которой, безусловно, стоит начать выпуск, это новость об уходе Магомеда Адиева с поста к главному тренеру сборной Казахстана. Лично меня эта новость опровергла в шок. Когда я утром листал в Инстаграм и увидел данную новость, я даже изначально и не поверил, что это правда, но потом, сверившись с достоверными источниками, убедился, что данная новость является действительностью, и Магомед Мусаевич реально покинул пост главного тренера нашей сборной. Под руководством Магомеда Мусаевича мы достигали невероятных результатов, выигрывали группу Лиги Наций, где изначально не считались фаворитами. Далее мы набрали рекордные 18 очков в отборе на евро, сделали пару громких побед, даже не пару, а целую четверть побед, и чуть ли не пробились на главный турнир Европы. Вспомним даже камбэк на сборной Дании, невероятный камбэк, который останется в памяти у всех любителей футбола, когда мы проигрывали по ходу матча со счетом 2-0, и буквально за 15 минут перевернули игру, и счет итоговый стал 3-2. Я лично сам присутствовал на этой игре, и честно сказать, теперь, когда у меня спрашивают лучший матч, на котором побывал, я без сомнений отвечаю матч Казахстан-Дания. Стали известны результаты первых полуфинальных матчей Кубка Казахстана по футболу. Табол обыграл Атраус со счетом 1-0, Актубе обыграл Елемай со счетом 2-0, и тем самым прервал беспрерывочную серию Карповича под руководством Елемая, которая длилась на протяжении 9 матчей подряд. Ну, лично я находился на данной игре, и скажу так, что Актубе создавал довольно много опасных моментов, голами отметились Дорни Ромеро и Максим Самородов, у Максима это по системе 1-1, уже второй матч подряд. Ну и в целом атаки были, можно было делать счет еще больше, но в целом я считаю, что мы отыграли на ноль, и сделали неплохой гандикап перед ответным матчем с Семей, который будет уже на следующем месяце, 16-го числа, если я не ошибаюсь, играем с Семей в ответку в рамках полуфинала Кубка Казахстана. Ну, что сказать, довольно неплохой гандикап, чтобы выходить в финал. Финал, кстати, будет у нас в городе, в Актубе, и в целом, я думаю, Актубе вполне по силам завоевать Кубок Казахстана в этом сезоне. Ну, в плане давления в Актубе после домашней арены, какое может быть давление, то есть никакого по сути, поэтому здесь опять же будет, наверное, иметь большое значение план на игру команды, как видит главный тренер, как сыграть, как подготовиться, с учетом качества поля и так далее. Поэтому здесь не вижу каких-то особых вещей, скажем так. Будет интересно, команду тоже тепло встретят, у нас полный стадион, то есть это тоже очень интересный матч ожидается, независимо от результата. Тоже будет праздник, поэтому опять же я рад, что у нас такая атмосфера в Актубе и у нас. Поэтому это пример для других команд, где необходимо, ну, не знаю, какие-то вещи улучшать, чтобы люди ходили, чтобы посещаемость была выше, чтобы интерес к футболу был выше. Ну, в целом, я считаю, что команда красно-белых под руководством Дмитрия Парфенова имеется, наверное, один из самых лучших атакующих потенциалов в нашей лиге. И я думаю, Актубе вполне по силам завоевать чемпионство и сделать в лучшем случае золотой дубль нашей страны. Хорошие новости из мира тенниса. Елена Рыбакина обыграла Аранчу Русс и вышла в 1.16 открытого чемпионата Франции по теннису Роланга Рос. Напомню, что Казахстанка в целом не проиграла ни одного сета по ходу двух матчей Роланга Рос и вышла в 1.16, где сыграет с Элизей Мертенс за право сыграть в 1.8 финал Роланга Рос. Пожелаем Елене удачи, в целом она показывает довольно стабильные результаты и ей лично по мне по силам заболевать на грунтовом покрытии чемпионата Франции. Максим Самородов может перейти в московский локомотив. Как сообщают некоторые инсайдеры, игрок опроверг ряд предложений из Европы. Среди предложений были предложения от Рапида, от кипрского Ариса и от турецкого Трапзенспора. Ну, слухи о переходе Максима в московский локомотив ходили уже давно. Как говорил Дмитрий Парфенов в нашем личном с ним разговоре, то что в целом не только Максим Самородовым, а рядом игроками в Ак-Тубе интересуются российские клубы. И, как отметил главный тренер Краснобелых, им вполне по силам заиграть в российском чемпионате. Все будет зависеть только от них самих. Ну, я знаю, что... Не то, что... Я точно вам могу сказать, что и по ним, и еще по нескольким игрокам. Мне мои коллеги из России звонят, спрашивают, узнают, собирают информацию. Кстати, вот по поводу переходов. В том сезоне активно обсуждались слухи о переходе Максима Самородова в московский «Спартак». Ну, а вы пишите, стоит ли Максиму переходить в московский клуб. И в целом, как скажется на карьеру Максима, по вашему мнению, переход в стан российской команды. Будет очень сильно интересно посчитать ваше мнение. Не успели мы с вами получить новость об уходе Магомеда Адива с поста главного тренера сборной Казахстана, как сразу же в сети пошли слухи и инсайды о возможных главных кандидатах. Среди главных кандидатов называли в начале дня Карповича, Нурдавлетова и Чебурина. Но по совместительству также называли Руслана Балтиева. Но я не знаю, есть ли у Руслана Тахировича тренерская лицензия. Подскажите мне в комментариях, если она есть. Ну и сейчас под вечер вышла информация ближе к 4 часам обеда по времени Астаны. Хотя в целом, я сказал, что станет сейчас время одинаковое. Что Станислав Саламович Черчесов может возглавить нашу с вами сборную. По информации некоторых инсайдеров, Станислав Саламович уже совсем скоро прилетит в Астану, где проведет первую часть переговоров. И вероятнее всего, как пишет сама Федерация футбола на своей пресс-странице, имя главного тренера объявит уже на следующей неделе. По информации тех же инсайдеров, зарплата Черчесова будет составлять под руководством сборной Калахстана 1,2 миллиона долларов в год. Если переводить на тенге, это около 50 миллионов тенге в месяц. Пишите, как вам такой кандидат и в целом, кого бы вы хотели видеть на посту к главному тренеру сборной. Будет также интересно посчитать ваше мнение. Ну на этом все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и за самый креативный комментарий вы получите от меня 2000 тенге на Каспе. Подписывайтесь на мой Телеграм, подписывайтесь на мой Инстаграм и подписывайтесь на все социальные сети. В целом постараюсь освещать для вас и скидывать самые интересные инсайды и моменты из мира казахстанского спорта. Всем удачи, спасибо за внимание.